Речь пойдет о перепортальной кардиомиопатии, которая представляет собой диапатическую дисфункцию левого желудочка со снижением фракции выброса менее 45% во время беременности в течение нескольких месяцев после родового периода при условии отсутствия диагностированных ранних заболеваний сердца. В отсутствии специфических тестов для диагностики диагнозы перепортальной кардиомиопатии всегда остаются диагнозом исключения. Механизмы развития ее до конца не ясны. Предположительными факторами развития считаются активация цитокинов, генетические факторы, аутоиммунная реакция. В экспериментальных данных доказана роль эндотелиальной дисфункции вследствие антиангиогенного и пропоптогенного действия на кардиомиоциты, фрагменты пролактированных 16 кгд. В группу риска входят беременные с преэкламсией, ожирением, сахарным диабетом, а также беременные, получающие длительную токолитическую терапию. Распространенность перепортальной кардиомиопатии различная в разных странах, имеются региональные отличия. В Европейском регистре частота перепортальной кардиомиопатии составляет от одного случая на 3 тысячи родов до одного случая на 10 тысяч родов. В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа перепортальной кардиомиопатии в развитых странах, что обусловлено как с расширенным внедрением эхокардиографии среди акушерских пациентов, так и с миграционными процессами. Здесь предоставлены данные регистра, который был опубликован в 2022 году, который включает более 4,5 тысяч случаев перепортальной кардиомиопатии, зарегистрированные в 60 странах на протяжении 20 лет. Фракция выброса в среднем составляла 29%, и в 3% случаев пациенты были подключены к системам вспомогательного кровообращения. Летальность в европейском регистре составляет от 6 до 9%. В зависимости от выраженности клинических проявлений сердечной недостаточности, фракции выброса уровня натриуретического пептида и рентгенологической картины легких выделяют три степени тяжести перепортальной кардиомиопатии. Принципы интенсивной терапии ее базируются на принципах лечения сердечной недостаточности с учетом потенциального влияния вводимых препаратов на плод. Европейское общество кардиологов характеризует перепортальную кардиомиопатию как потенциально жизнеугрожающее состояние, поскольку в тяжелых случаях летальность может доходить до 50%. И в качестве иллюстрации клинический пример первобеременная, первородящая, 27 лет, на сроки беременности 36-38 недель переносит ковидную инфекцию с жалобами на одышку и сердцебиение. В 39 недель пациентка повторно госпитализируется в инфекционный стационар с жалобами на одышку при минимальной нагрузке. При дообследовании выявляется фракция выброса 37%, и пациентка экстренно родоразрешается в адому стационара Санкт-Петербурга. В послеродовом периоде происходит прогрессивное снижение фракции выброса с нарастанием явлений сердечной недостаточности, и на 14-е сутки послеродового периода при отрицательных мазках на ковид с фракцией выброса 17%, пациентка переводится в центр Алмазова. На 15-16 сутки послеродового периода появляются нарушения ритма, потребовавшие проведение электроимпульсной терапии, появляется нестабильность гемодинамики, начинается вазопрессорная инотропная поддержка. На 17-е сутки послеродового периода, ввиду неэффективности медикаментозной коррекции сократительной способности миокарда, устанавливается ЭКМО. На 19-е сутки проведения ЭКМО при фракции выброса 5-7% решением консильума пациентки выполнена трансплантация сердца. При гистологическом исследовании признаков миокардита не обнаружено. На 17-е сутки после трансплантации сердца пациентка переводится из отделения кардиореанимации номер 7 в отделение кардиологии с дальнейшей выпиской на амбулаторный этап. Всего в период с 2012 по 2024 год в нашем центре наблюдалось 36 пациенток с диагнозом перепортальная кардиомиопатия. В 24 случаях дебют заболевания был во время беременности, в 12 случаях – в послеродовом периоде. Возраст пациенток варьировал от 18 до 48 лет. Фракция выброса на момент дебюта варьировала от 13 до 43%. В 52% случаев перепортальная кардиомиопатия была тяжелой степени. В Европейском регистре распределение степеней тяжести приблизительно одинаковое. В нашем центре больший процент тяжелой перепортальной кардиомиопатии обусловлен поступлением пациенток из лечебных учреждений Санкт-Петербурга и регионов. Из 24 пациенток с дебютом во время беременности 23 были родоразрешены в нашем центре. 12 пациенток поступили в отделение реанимации взрослых перинатального центра на сроки беременности от 26 до 37 недель. И 9 из них были родоразрешены в связи с нарастанием явлений сердечной недостаточности. Длительность пребывания в отделении реанимации составила от нескольких часов до 6 суток. У трех пациенток в связи со стабилизацией состояния было решено пролонгировать беременность. Сроки и способы разрешения определялись мультидисциплинарной командой с учетом клинических проявлений сердечной недостаточности, а также лабораторно-инструментальных исследований. В случае программированных родов до начала родовой деятельности проводилась катетеризация магистральной вены и эпидурального пространства. С началом родовой деятельности проводилось обезболивание родов по методике PIB программными болюсами рупивокаина 0,1%. Кроме стандартного мониторинга гемодинамики проводился также мониторинг сердечного выброса по методу ФИКО, а также венозные сатурации и лактата. 19 пациенток были родоразрешены оперативным способом. До индукции анестезии проводилась катетеризация магистральной вены, артерии. В тяжелых случаях устанавливалось ЭКМО в режиме стендбай. Из выполненных анестезий. Одна анестезия была спинальная у пациентки с легкой формой перепортальной кардиомиопатии. Три пациентки были оперированы под общей анестезией с интубацией трахеи и ВЛ. Все три случая были пациентки с тяжелой перепортальной кардиомиопатией со снижением фракции до 23-27% и развитием отека легких. Предпочтительным способом обезболивания оперативного родоразрешения оставалась эпидуральная анестезия с инвазивным мониторингом гемодинамики. Развитие эпидурального блока проводилось дробным введением раствора ропи-вокаина на фоне титрациево-запрессорной поддержки. Это позволяло нивелировать гемодинамические двиги на этапе развития эпидурального блока. При операции кесарево-сечении и при родах через естественные родовые пути гемодинамически важным является этап извлечения плода, когда происходит значимое увеличение преднагрузки вследствие ликвидации ковальной компрессии и аутотрансфузии крови и сокращающейся матки. Это обстоятельство на фоне увеличенного ОЦК во время беременности и сниженной фракции выбросов может явиться причиной острой декомпенсации сердечной деятельности и развития анемии, требует своевременной коррекции. На трендах как при мониторинге ЦВД при родах через естественные родовые пути, так и при установленном катетере Сванганс видна объемная перегрузка. Для профилактики и для коррекции использовались нитраты диуретики. Интероперационно предпочтение отдавалось рестриктивной тактике инфузионной терапии. В качестве утератоника использовался карбитоцин как препарат, обладающий более благоприятным гемодинамическим профилем. Особого внимания заслуживают пациентки с тяжелой перепортальной кардиомиопатией. Согласно международным рекомендациям, такие пациентки должны быть переведены в экспертный центр. Необходимо своевременно решить вопрос о родоразрешении. Предпочтительно инвазивный мониторинг гемодинамики. При проведении вазопрессорной инотропной поддержки следует учитывать, что высокие дозы бета-агонистов и добутамина обладают кардиотоксичностью у пациенток с перепортальной кардиомиопатией. И предпочтение следует отдавать введению левосимендана, а также своевременному решению вопроса о подключении систем вспомогательной поддержки кровообращения. Также рекомендован взвешенный по возможности отсроченный подход к транслантации сердца. В наших наблюдениях в 19 случаях дебют заболевания был с клиники сердечной недостаточности. У 13 пациенток потребовалось проведение вазопрессорной инотропной поддержки с медианой 4 дня. Также в 9 случаях потребовалось проведение респираторной поддержки и инфузии нитратов. Согласно трехкомпонентной стратегии Керклина, для обеспечения адекватного сердечного выброса необходимо создать оптимальную преднагрузку, адекватно снизить постнагрузку и повысить контрактильность миокарда. У беременных с целью оценки преднагрузки возможно использование УЗИ-мониторинга размеров нижней пола вена, проведение теста с пассивным подъемом ног. Тестовая инфузия кристаллоидов возможна только в отсутствии признаков гиперволемии. С целью снижения постнагрузки использовались нитраты с титрацией дозы. Для повышения контрактильности миокарда предпочтительно использование инотропов, обладающих вазодилатирующей активностью, такими как добутамин и левосеминдан. В наших наблюдениях у восьми пациенток проводилась инфузия левосеминдана, пять пациенток получали повторную инфузию левосеминдана. При отсутствии эффекта, при неэффективности медикаментозной коррекции сократительной способности миокарда решался вопрос об подключении механических систем поддержки кровообращения, и пять пациенток были подключены к ЭКМО длительностью от 19 до 27 суток. В двух случаях это было как мост к выздоровлению, а в трех случаях была выполнена трансплантация сердца. Европейское общество кардиологов рекомендует взвешенный по возможности осроченный подход трансплантации сердца, ожидая восстановления сократительной функции миокарда в течение шести месяцев послеродового периода. Но, несмотря и в наших наблюдениях, трём пациенткам была проведена трансплантация сердца. В послеродовом периоде Европейское общество кардиологов рекомендует борт-схему терапии, которая включает назначение бромокриптина, терапию сердечной недостаточности, диуретики и профилактику тромбоэмболических осложнений. В наших наблюдениях 20 пациенток получали бромокриптин, что позволило снизить уровень пролактина, а также своевременно начать полноценную терапию сердечной недостаточности. Физиологическая гиперкоагуляция, которая возникает во время беременности на фоне эндотелиальной дисфункции, а также сниженной фракции выброса и расширенных полостей сердца, значимо увеличивают риски тромбоэмболических осложнений. В наших наблюдениях на фоне проводимой профилактики зарегистрированы 5 случаев нефатальных тромбоэмболических осложнений в виде субсегментарной тромбоэмболии легочной артерии, 2 случая образования тромба в полости сердца и 1 случай образования тромба в бедренной артерии. Расширенные полости сердца также являются факторами риска развития нарушений ритма. В наших случаях зарегистрированы 6 эпизодов гемодинамически значимых нарушений ритма, из которых 3 потребовали проведения электроимпульсной терапии, 2 случая потребовали проведения РЧА и в одном случае был установлен кардиовертор-дефибриллятор. В 50% случаев исход заболевания был благоприятный с восстановлением фракции выброса более 45%. Более 45% в промежутке от 3 дней до 1 года. Летальность составила 8,3% в общей группе и 15,8% в группе тяжелой перепортальной кардиомиопатии. 37 детей были выписаны в удовлетворительном состоянии. Пациентки, перенесшие перепортальную кардиомиопатию, должны быть осведомлены о высоком риске развития неблагоприятных событий, декомпенсации сердечной недостаточности, а также фатальных осложнений при последующих беременностях. Но, несмотря на это, 5 пациенток решились на повторную беременность. Из 5 пациенток у одной пациентки беременность протекала без признаков сердечной недостаточности. Пациентка была родоразрешена через естественные родовые пути. В 3 случаях родоразрешение произошло в экстренном порядке в связи с нарастанием явлений сердечной недостаточности. В одном случае на доношенном сроке и в 2 случаях на сроках 26 недель и 32 недели. Также 1 эпизод перепортальной кардиомиопатии у пациентки, которая перенесла 2 эпизода перепортальной кардиомиопатии в анамнезе. Со снижения фракции выброса до 17,40% пациентка наблюдалась в нашем центре мультидисциплинарной команды и была родоразрешена на сроке 36 недель. Таким образом, возможности современной интенсивной терапии позволяют значительно снизить материнскую летальность и улучшить неонатальные исходы. Пациенты с тяжелой перепортальной кардиомиопатией должны наблюдаться в центре экспертного уровня, функционирующего на базе многопрофильного стационара, имеющего отделение кардиохирургии и кардиоанестезиологии. Спасибо. Спасибо. Не хочет показывать. Не знаю.